Теперь пришло время нам подать иск на Роскомнадзор в суд. Саш, как ты думаешь, что это такое Роскомнадзор так себя ведет? Это способ давления на независимые СМИ или это просто имитация кипучей деятельности? Я не думаю, что это способ давления на независимые СМИ. Я об этом говорил много раз и продолжаю говорить. Роскомнадзор в принципе это структура искусственно созданная и созданная она по всей вероятности, по принципу, как создаются все госслужбы. Когда чей-то родственник, чей-то друг, брат, сват встал у руля, по такому же принципу набирают сотрудников. И я много раз говорил еще, когда они пытались ввести вот этот безопасный интернет с ноября текущего года, и который до сих пор этот закон так и не работает, насколько я понимаю, безопасного интернета, вот этого вот, автономного. Мы его не видим и не видели, мы видим только, что то там, то здесь связь обрушивается. И тут точно такая же история, когда просто люди слышали звон, не знают где он, потому что это не профессионализм. Потому что далеко ходить не надо, достаточно войти в любой сейчас Яндекс, Гугл, в любую поисковую систему, погуглить там пять минут, какой пять минут, там минуты хватит, чтобы найти распоряжение Верховного Суда Российской Федерации. Вот главнее судов не бывает, где в принципе они давали разъяснение к закону о СМИ в 2010 году. Почему в 2010 году? Потому что когда закон о СМИ принимался, тогда еще не было интернета. На тот момент он уже появился и появились как раз вопросы в отношении разного рода комментариев под статьями, под публикациями тех или иных информагентств. Людей тягали, людям приходилось за это отвечать. Вот тогда Верховный суд разъяснил, что если это реально официально зарегистрированные СМИ, которая распространяет информацию не где-то там среди друзей, а широкую аудиторию, то ответственность такой СМИ за то, что пишут комментаторы, не несет. Конечно, да, кто-то скажет, что ну посадите вы какого-то премодератора, который будет модерировать эти комментарии. Наверное, да, это сделать возможно, но не у каждого СМИ есть такая возможность по одной простой причине, что есть СМИ побольше, есть СМИ поменьше. Если мы работаем где-нибудь на Первом канале, который получает из бюджета какие-то там миллиарды рублей, конечно, можно и 15 модераторов посадить. Евгений Всеволод, нам сейчас пишут, что слишком много баса Анатолий Чепига. Проверьте, пожалуйста, звук. Если фонит, то немножко убавьте его. Слишком много чего? Баса, басов. Нет, он нормально. Ну вот такие мы басисты и товарищи, что он теперь делает? Отвечают из аппаратной. А вот он не Чепига, он Чепига, вообще его Алексей зовут, этого человека. Мы знаем, как его зовут на самом деле, но мы говорим тот ник, который в Ютубе присутствует. Саш, так все-таки Роскомнадзор, ты говоришь, это не способ давления на СМИ, это не профессионализм. А почему такой не профессионализм выборочный? Почему там в этом списке нет государственных СМИ, таких как... Нет, ну ты же понимаешь... Российская газета, Россиюшка 24, почему там РБК, мы, газета РУ. Что есть дяденька, чиновник, которому в прыжке поцелуют в правое или в левое полупопия, как правило, в таких организациях. Вот над Роскомнадзором тоже есть дяденька-чиновник, скорее всего, я предполагаю, я ничего не утверждаю, который дает ребятишкам ЦУ. И вот эти вот ребятишки, у них есть список, как и, в принципе, в любой государственной структуре, есть список, что вот этих ребят не трогать, а вот в отношении этих желательно найти какие-то нарушения. И, в принципе, я ни разу не слышал, чтобы кто-то, чтобы где-то, да, осудили, хотя бы просто ай-яй-яй сказали в эфире какому-то там пропагандисту, который не только фейки, да, но и откровенными оскорблениями сыплет. Соловьев, когда сказал там про людей, вот там 2% дерьма, а это 2% жителей России, на минуточку. Ни один суд ведь тогда не сказал, что, ой, что-то Соловьев как-то неправильно сказал. Суды сделали вид, что они этого не слышали, Роскомнадзор сделал вид, что он этого тоже не видел. Нам сообщают фамилии депутата, Гафнер, точно вспомнил. Гафнер, да, Илья Владимирович. Да, это известный депутат, который заявил, что нам всем надо меньше питаться. А я вам еще больше скажу. Илья Владимирович Гафнер, основатель компании Еврогрин, которая, по большому счету, была чем-то вроде ММА. То есть, он собирал с людей деньги под какие-то якобы инвестиции. В конце концов, все закончилось достаточно плачевно. Компания, по-моему, так вот куда-то и слилась. Остались огромные... Все слилась, у нас появился первый дизлайк. Это, наверное, от Гафнера появился первый дизлайк. Лишь судится. Слушай, а что делать? Я тебе об этом по телефону говорил неделю назад, когда ты появился, да, Крик Ньюс твой, ваш. Я не знаю, кто из вас больше владелец Крик Ньюса, вот этого интернет-портала, ты или Женя Губкова. Я сказал, ребят, ну, давайте ловите на этом волну хайпа, потому что, ну, то, что ребята нарушили все мыслимые и немыслимые законы, это, по-моему, очевидно. Давайте через суд заставьте их там же, где они вас оскорбили, там же и измениться. Я не являюсь владельцем, Саш, Крик Ньюса. Не являюсь владельцем... Ну, хорошо, там, главным редактором, там, я не знаю, как правильно. А в топчик такое пишут нам, здравствуйте, мы 10 судов выиграли с начала года, в прошлом году их было 5, в этом 10, в следующем, я боюсь, будет 20. Можно я вам ставлю свои 5 копеек, вот ты читаешь, там, несколько комментариев уже прочитал, все эти комментарии побуждают тебя к какому-то действию. Обратитесь в Евросуд, сделайте вот это, сделайте то, сделайте пятое, сделайте десятое. Ребят, а вы сами ничего не хотите сделать, ни у кого нет желания там просто возглавить там колонну протестующих, поднять жопу с дивана и пойти что-то сделать? Нет желания ни у кого? Или вы все ждете, когда прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, что-то сделает для вас? Вот вы знаете, в последнее время я все чаще и чаще разочаровываюсь в людях, мне недавно очень хорошую вещь сказал Дима Потапенко, мой знакомый, общественный деятель, радиоведущий, мы с ним сидели, разговаривали, это было, может быть, недели три назад, и он мне сказал классную вещь. Он сказал, Саш, а тебе не кажется, что это мы мешаем этим людям? Им хорошо, они прекрасно живут, они получают там свои 15 тысяч рублей, им здорово, им замечательно, они живут в долгах, потому что в кредитах со всех сторон, их обирают как дураков, им это нравится. А тут появляешься ты и начинаешь что-то этим людям рассказывать, доказывать, говорят, что, ребят, 15 тысяч, это мало, да, вот 50 было бы, наверное, лучше, ты им геморрой создаешь, они сейчас начнут думать, а правда, а на 50 тысяч, это ж куда их тратить и так далее. Вот и все, собственно, ребят, поэтому перестаньте писать такие комментарии, возьмите, займитесь уже сами хоть чем-то, сделайте что-то, что достойно, да. достойный какой-то поступок совершите, а не пишите вот эти вот глупости. Ну, не совсем. Не, ну мы хотя бы бла-бла-бла, понимаешь, а кто тебе написал, что бла-бла-бла, по-любому, там ни имени, ни фамилии, там какой-нибудь Вася Кукарекин, да, аноним какой-то написал, это очень смело, это серьезный поступок, достойный гражданина, вот ты прежде чем, ты хотя бы имя, фамилию свои напиши, не бойся, вот я не скрываю свое лицо, Анисимов не скрывает свое лицо, мы постоянно выходим в эфир и говорим, что нас не устраивает что-то, что сделал ты, сидишь трусишки пачкаешь. Вот слушай, интересный вопрос, а виноваты ли москвичи в том, что сейчас происходит в стране? А москвичи-то тут при чем? Во-первых, давай начнем с того, что москвичей тех с гульки нос, да, по большому счету, 80% живущих людей в Москве, я как человек, который сам там прожил 10 лет, я знаю, что это приезжие, такие же, как любой из вас, да, просто... Ну, ты жил немного в Москве, я немного пожил в Москве. Ну, я не немного, я 10 лет там прожил, я не знаю, для тебя, может, это немного, для меня это серьезный промежуток времени. Вот, и я обращал внимание, что как раз хамы, это те самые приезжие в Москве, настоящие коренные москвичи, которые родились... Крюх, ты никогда не узнаешь, что он... Он не ходит и не кичится. Я москвич, никогда такого нет. А вот тот, кто приехал вчера из деревни, тут же утром уже сегодня поменял где-то в одноклассниках статус, город Москва, да, и начинает, ходит и пальцы гнет, что я москвич. Нет, Саша. А тебе не кажется, что вообще Роскомнадзор и Росгвардия – это две самые бесполезные конторы? Ну, Росгвардия – не, бесполезная контора по одной простой причине, что Росгвардия подчиняется напрямую. Нашему царю, да, и мы понимаем, зачем ее создали, потому что рано или поздно, ну, по крайней мере, я так думаю, что рано или поздно народ может начать задавать вопросы туда, что происходит, дорогой царь, объясни нам, и вот эта вот самая Росгвардия будет царя защищать от народа, насколько я понимаю. А Роскомнадзор – да у нас огромное количество бесполезных контор. В какую сторону не плюнь, какая у нас полезная контора, вот расскажите мне. Да, вот ты знаешь хоть одну полезную контору? Министерство здравоохранения, которое это здравоохранение разваливает, Роскосмос, может быть, такая же бесполезная контора. Ну, какая? Вот пользователь под названием «Православная страница» уже несколько раз спрашивает, кто в сером пиджаке сидит, уважаемая православная страница, вы читать по-русски умеете, там есть титры, это Александр Маненков, журналист. Ну да, там, понимаешь, на старорусском православном надо было, видимо, написать. Да, видимо, да, в титрах. А потом, видишь, у них же, у православных как? Им же нельзя работать там в воскресенье, да? Я так подозреваю, что какая-то это новая ветвь, где учиться нельзя там и так далее. То есть, им надо, видимо, вот этим православным людям, очень сильно православным, нужно жить в пещерах, не знать никаких из людей, вообще никуда не вылазить, просто сидеть в пещере, да, под себя ходить и радоваться жизни. Ну, Господь-то нас не так и не сотворил. Ну да, это не ко всем православным применимо, в топчик такое. Это относительно вот фанатиков, которые пишут. Ну, я думаю, что не очень честно. Пользователь спрашивает, на кого же мы будем менять эту власть, желаемые критерии нового номер один. Саша, как ты видишь новую власть? Слушай, а я уже устал об этому поводу отвечать на этот вопрос, да на кого будем менять. Вот, слушай, пока ты будешь задавать этот вопрос, дорогой зритель, да, ты ни на кого ее не поменяешь, потому что я могу даже поспорить с тобой. Наверняка, когда ты задавал этот вопрос, у тебя в голове были только две фамилии, да, там Путин и Навальный, условно, ну, может быть, три, там, может быть, ты какой-нибудь Рашкин еще вспомнил. Вот, до тех пор, пока ты будешь так думать, никогда ты ничего ни на кого не поменяешь, потому что огромное количество есть людей в регионах, я об этом говорил еще несколько лет назад, да, и я оказался прав, потому что мы сегодня наблюдаем, что, оказывается, да, в регионах есть интересные политики. Есть там Николай Бондаренко какой-нибудь, да, там, есть там какой-нибудь Коновалов, есть вот в ЛДПР, нашелся же, да, вот, как фамилия-то, губернатором Хабаровского окраинства, Фургал, да? Фургал. То есть находятся в регионах такие люди, но пока у тебя совершенно нет никакого, вот ты не желаешь, да, пойти и поискать, а пытаешься выбирать между Навальным и Путиным, ничего в твоей жизни не изменит. Человек говорит, который про Ангарск-то писал, говорит, что принимал участие в акциях протеста против завода по подготовке байкальской воды для отправки в Китай, который мы снимали. Это не Сергей Зверев пишет нам. Нет, это не Сергей Зверев. Какой-то Серг Арапов. Но он может Арапов, он может по паспорту. Отчет его знает. Может и Сергей Зверев. Благодарю вас за позицию. Спасибо, спасибо, что вы нам пишете. Надо такие акции почаще устраивать, тогда что-то добиться. Вот в Екатеринбурге мы, не мы, горожане 6 дней стояли, добились что-то. На 6 год стоял народ, добился. Пока еще не совсем, но... Так вот я об этом и говорю, ребят, пытайтесь, добивайтесь. Пока вы сидите, выбираете между Путиным и Навальным и ждете, когда придет какой-нибудь дядя Навальный и спасет тебя лично. Сделает так, что ты супер богатым станешь, супер вообще молодцом, да ни хрена в твоей жизни не изменится. Поэтому тебя имеют. Имеют кого? Лохов. Как вы относитесь к Грудинину? Как я отношусь к Грудинину? Да никак не отношусь к Грудинину. Я с ним, во-первых, даже не знаком. Во-вторых, ну, в принципе, то, что произошло с мужиком, это обычный рейдерский захват. У мужика было какое-то предприятие, его сейчас отжали. Я больше чем уверен, что на территории этого предприятия, ну, еще не отжали, там какие-то суды проходят, но все идет к тому, что отберут, да, этот совхоз имени Ленина у него. Я больше чем уверен, что через какое-то время, если отберут, не будет там никакого сельского хозяйства. Собянин же затеял строительство тройку века, он миллион москвичей хочет отселить куда-то. А вот нужна земля по программе реновации, на этом месте просто будет стоять многое. Так, очень приятно читать ваше... По поводу закона об иностранных агентах, еще хотелось бы поговорить, по поводу которого и у меня, и у тебя, насколько я знаю, сегодня была бурная переписка с депутатом Ионином, одним из проголосовавших за этот закон. Как ты считаешь, признают нас иностранными агентами или нет? Да понятно, что признают. Этот закон... Тянут несколько донатиков, три раза по 100 тенге из Казахстана Помнишь, как в той песне, как в том фильме День выборов, когда выборы, выборы и кандидаты, ну и там далее, и когда там сидит герой фильма и говорит, а можно вот слово вот этого последнего братья, да ты че, ради него все и писалось. И вот этот закон, он в принципе, он писался, он принимался ради того, чтобы нас с тобой иностранными агентами причислить, чтобы вот когда мы... Вот сейчас идет эфир, да, что где-то вот там в уголочке было написано, что вещает иностранный агент. Слушай, а только такие последствия или что-то еще? Нет, ну во-первых, тебе придется регистрироваться как иностранному агенту, тебе придется отчитываться за каждую копейку полученную откуда-то, да, там не только из-за рубежа, а вообще за каждую копейку. Это еще для того, чтобы тебя нагнуть в плане налоговой базы. Ну а в-третьих, да, это у тебя. У меня есть возможность сотрудничать с каким-то большим каналом и так далее. А представь себе обычного простого блогера из какого-нибудь Краснодара, у которого всего этого нет. Он там на последние деньги купил какую-то камеру обычную, трехкопеечную, да, он что-то там вещает, его записывают в иностранный агент, он тут же попадает на налоги, на какую-то еще фигню. С него уже спрос другой совершенно, ну а потом не надо забывать, что, видишь, что такое иностранный агент, это кажется, что, ну, повесили логотип, что мы иностранные агенты и все. Я больше чем уверен, что после того, как нас признают иностранными агентами, ни ты, ни я не сможем никуда избираться. А мы, например, персоны публичные, и пойти в депутаты там какой-нибудь думы, да запросто, и мы эти выборы выиграем. Нам запретят это делать, мы не сможем занимать какие-то государственные должности, и так далее, и тому подобное. То есть, тут, если посмотреть, подводных камней дофига, именно для этих целей все и сделано, чтобы такие, как и мы, а Москва это показала летом. Ведь ты посмотри, кто полез в депутаты Мосгордумы, попытался. Полезы действительно узнаваемые люди, которые там, Соболь блогер, да, Яшин, ну, по сути, тоже блогер. Да многие, да, то есть, те, кого люди не знают. Уважаемый пользователь, только смешное. По этическим соображениям ваш комментарий зачитывать не буду, но отвечу вам. Флаг вам в руки, барабан на шею, ветер в спину, солнце в пятку, ну и пенку в рюкзак. Или под одно место. Пожалуйста. Идите туда и сражайте. Короче, в очень некультурной форме написано, что мы трусы и не сражаемся с китайцами. Вот мы-то как раз и сражаемся. Ой, слушай, ну вот смелый человек, понимаешь, написал смелый комментарий. Как он зовут-то его? Только смешное. Только смешное. Я думаю, у него в паспорте написано, прям вот так, вот имя, фамилия, только смешное. Да, только смешное, да, Иванович, наверное. Вот, он в принципе, ну, я думаю, с ним смешное случилось, когда его мама стоя родила. У нас звонок, Саш. Да. Здравствуйте. Вот ты прикинь, ты приходишь в суд, к тебе судья уже относится как к иностранному агенту. То есть, это уже клеймо, то, о чем я говорил дальше. То есть, ты уже не гражданин Анисимов подает иск в отношении вот этого полиционера Трошина, да, а подает иностранный агент, какая-то сволочь, какой-то предатель подает иск в отношении полиционера Трошина. Вот и все, к чему все это приведет. Тебя с вами Соловьевым, говорят, тоже грубишь, как Соловьев. Ну, что теперь делать? Я бы еще денег столько зарабатывал. Да, я бы тоже хотел зарплату в 64 ляма в месяц. Очень хотел бы. Ну, там не в месяц. Да, еще раз повторяю, покажите, пожалуйста, еще раз этот титр. Мы собираем деньги на народный репортаж с Северного Урала, где лес продали китайцам. Пожалуйста. Пошла жара в студии, да, то ли еще будет. Саш, что бы ты еще хотел сказать про свободу слова в России? Ты знаешь, свободу слова можно охарактеризовать одним словом в России. Джексон, там нельзя запикать до меня? Нет, в прямом эфире, к сожалению, нельзя. Тогда я вот так просто говорю. Вот все, что я думаю про свободу слова в России. Потому что ее в принципе нет никакой свободы. И я не знаю, до тех пор, пока мы будем сидеть вот так вот и ждать у моря погоды, ждать, когда придет какой-то большой серьезный дяденька Навальный и всех нас спасет, ни хрена ничего не будет. Дальше будет хуже, жестче. Теперь, говорю, нас сейчас еще иностранные агенты внесут, и все, и вообще тушите свет. Как там, конец света, да, программа называется? Да, конец света она называется. Ну, там будет уже совсем конец, конец, конец света. То есть, я думаю, и света-то не будет. Ну, как-то да.